Откуда появляется вода в облаках? Когда солнечные лучи падают на лужи, реки, океаны и другие источники жидкости, они начинают постепенно испарять поверхность. Нагреваясь, молекулы воды превращаются в пар и поднимаются вверх. Теплый воздух весит меньше холодного, поэтому его частички уверенно взбираются на большую высоту. Процесс подъема происходит до определенной высоты, пока молекулы пара не остынут и вновь не начнут конденсироваться во влагу. Новообразованные частички воды очень мало весят, поэтому подхватываются воздушными потоками и летают примерно на одном уровне. Скапливаясь в большом количестве, они образуют облака. В облаках вода находится в твердом, жидком и газообразном состоянии. Льдинки располагаются в верхней части, где воздух холоднее. Когда их количество становится слишком большим, потоки ветра уже не могут удерживать их, и они падают вниз. Летя к земле, они проходят через более теплый воздух и тают, падая на поверхность уже в виде капли. Так и появляется дождь. Ливни начинаются в том случае, если в облаке слишком много жидкости, и ее частички сливаются в большие капли. Сколько воды в облаке? Несмотря на малую плотность, облака содержат в себе большое количество мелких капель. Кучевое облако диаметром 100 метров может вмещать в себя до 20 тонн воды максимум. Такая цифра кажется огромной, но при выпадении на землю образуется лишь 2 мм осадков, которые быстро высыхают. Как правило, облака содержат максимум 10 граммов влаги на кубический метр. Если во время дождя капли будут слишком маленькими, многие из них даже не встретятся с землей, а снова поднимутся наверх благодаря воздушным потокам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова